Здравствуйте, товарищи! Садитесь, пожалуйста. Значит, мы с вами имеем довольно строгое... У нас звонки на позже, что ли? Да. А что с ними случилось? Они не всегда злоток. Время, они чуть-чуть опаздывают. А, я думаю, чем такое? Понятно. То есть, наверное, часы плохо ходят, а к ним привязаны звонки. Да. Понятно. Мы с вами имеем достаточно конкретное определение конфликта, да? Социально-трудового, что это такое противоречие, которое является обострившимся настолько, что сила аргументов заменяется аргументами силы, но у нас не какое-то там неизвестное противоречие, а противоречие связано с трудовыми отношениями на производстве, в процессе создания материальных благ. И вот мы с вами начали рассматривать то противоречие, которое связано с заработной платой. То есть, по существу, с продажей рабочей силы с одной стороны и с покупкой рабочей силы с другой стороны. Вот давайте мы лекцию такую посвятим вопросу конфликт, конфликт, связанный с покупкой и продажей рабочей силы. Я намеренно его не называю просто по зарплате, потому что зарплата, кажется, тут дело просто в деньгах, в количестве, а тут на самом деле противоречие, да, между тем, кто покупает рабочую силу и тем, кто ее продает. Значит, будем сегодня рассматривать конфликт. А почему конфликт? То есть, нам надо подумать над тем, может ли это противоречие между продавцом и покупателем разрешиться бесконфликтно. То есть, можно ли рассчитывать, что заработная плата по воле работодателя будет повышаться, поскольку он любит и уважает рабочего, а трудящимся нет необходимости добиваться повышения зарплаты, поскольку и так она будет повышаться. Ну, что показывает нам события уже довольно длительной истории капитализма? Они показывают, что было два этапа в развитии капитализма. Первый этап был капитализм свободной конкуренции. Когда капитализм свободной конкуренции, то такого жесткого правила, что обязательно зарплату понижают реальную, такого жесткого правила не было. В одних случаях зарплата возрастает, в других случаях она понижается, поскольку на свободном рынке люди могут добиться лучшей цены своей рабочей силы. Они ее, допустим, не продают. Но конкуренция ведет к монополии. А если конкуренция ведет к монополии, это значит, что монополизировались кто? Монополизировались прежде всего собственники средств производства. И капитализм вступил в новую стадию своего развития, которая называется монополистический капитализм. То есть империализм. И давно уже мир живет, можно сказать, в 20 веке он уже попал в другую ситуацию, в ситуацию монополистического капитализма. Некоторые товарищи по старинке продолжают говорить, вот рынок нам решит, рынок отрегулирует, рынок сделает. Рынок ничего уже, собственно, и не решает, и решить не может, поскольку есть союзы монополистов, и они определяют и устанавливают и цены, и тарифы, и режимы, и порядок, и условия, и прочее. И есть не просто монополии промышленные, есть торговые монополии, есть банки. А банки, поскольку они кредитуют промышленность, а прежде чем кредитуют, они сначала выясняют финансовое положение, если я вам хочу дать миллион, я должен узнать, вы открыли? Можете отдать миллион или нет? Поэтому я сначала говорю, а вот покажите, чем вы располагаете, какой у вас залог, да? Пусть они вот за вас в случае чего отвечают. Если вы не сдадите, то с них я стрясу. Сегодня в газете как раз сообщение о том, что заказчики, космодрома, вернее, исполнители работ на космодроме Восточный получили миллиард с тех, кто его куда-то умыкнул. Но они не с самих, а с того, кто уступал гарантии, с банка получили. А что касается тех, кто захватил этот миллиард и не отдает, ну, это, наверное, будет там заниматься уже другая инстанция в МВД и уголовное дело заведено. Что такое банки? Ну, вот, наверное, вы заметили, что мы каждый раз, как доходит дело до определений, так мы на этом останавливаемся, потому что если мы не знаем определений, то у нас научного курса не получится. Вы кто-нибудь знаете, что такое банки? Можете сформулировать? Попробуйте сформулировать, что такое банки. То есть то, что вы... И здесь вот мы встречаемся с той ситуацией, которую Гегель описывал так. Известное ничего не есть от того познанное. Более того, вот то, что широко известно, оно менее познанное. По какой причине? Ну, что задумываться над тем, что и так вам уже известно. Причем давно-давно-давно. Поэтому люди и не задумываются над этими предметами известными. И они как раз вот ходят и, так сказать, вращаются без всяких определений. Поэтому вот я вам сейчас предложу дать определение банка, что это такое. Что это такое банк? Можете объяснить? А вы можете объяснить, что такое банк? Попробуйте. Ну, это какая-то организация. Каких-то организаций много. Ну, первая очередь, это же организация. Да, какая-то организация. Какая? Значит, весь вопрос какая? Ну, не любая организация же банк. Какая организация называется банк? Ну, как вы себе представите, что вообще должен делать банк? Вот как бы вы, если бы вы думали, если бы вы думали, вот сделали, если вы премьер-министром или президентом, и смотрите, что-то не то они делают, а что надо делать? А что должен делать банк? Как вы считаете? Ну, первое, что приходит в голову, это кредиты. Ну, если первое, что вам приходит в голову, называется... Как называлось это в средние века? Ростовщицкие. Ростовщицкие конторы, кредиты. Вот в сегодняшней тоже газете, ну, мне для того, чтобы лекции читать, надо следить за всякими фактами и данными. Сегодня сообщение, что наш дорогой Центробанк собирается ограничить вот тех, кто работает по микрокредитам. Микрокредитам, это когда за малые деньги получают, а не большие проценты. Значит, и ограничить, как вы думаете, каким процентом? 250% годовых. 250% годовых. Это ограничение. Сейчас 350, а было 2 тысячи. 2 тысячи. Это страшное дело. Вы еще никто не попал в лапы? Никто еще не ходил в микрофинансовую организацию? Я ходил для интереса. Прихожу в микрофинансовую. Говорит, по дороге я еду через Петроградскую, там есть до зарплаты. Прихожу, говорю, а вот мне нужно вот... Зарплату задерживают, мне нужно по 20 тысяч в месяц, чтобы вы мне выдавали. Могу я у вас получать? Нет, говорит, первый месяц только 10. Ну, хорошо, говорю, я у вас 10 возьму. А сколько я в конце месяца должен отдать? Я говорю, 20. Ну, ладно, говорю, а второй месяц вы уже можете 20 получить. И сколько отдать? 30 в конце месяца. 20 получаешь, в начале 30 отдаешь, в конце. И так все время? И так, говорит, мы вас будем финансировать. Я говорю, вы меня будете финансировать? Каждый месяц они мне будут давать 20, а я каждый месяц им буду давать 30. Вот как построена эта вся публика. Это вот я лично выяснил, чтобы можно было конкретно уже говорить. Я говорю, ну ладно, спасибо. Я понял, как вы будете меня финансировать. А дальше вы знаете, кто не отдает, там включаются так называемые коллекторы, бывшие бандиты, которые то, значит, бросают все эти бутылки зажигательной смесью, то сказать, в коляску с ребенком, то поджигают там окно. Или придете вы домой, а все обвешано такая-сякая, раз такая, она, позор ей и прочее, и прочее. Или по ночам звонят, а телефон где достают, покупают в метро за 100 рублей базу милицейскую, диск, и звонят. Поэтому у нас вот иногда спрашивает наш отдел кадров, Михаил Васильевич, а какие ваши данные можно давать? Я говорю, мои? Все. Потому что их можно купить. И очень дешево. Поэтому не надо играть в эти игры, что у нас обработка данных, закон об обработке данных. Все эти данные, кого надо, того и есть. Я уже не говорю о том, что у кого есть айфон, или из Америки вам могут выяснить, кто кому звонили, сколько раз и где находитесь, в какой точке земного шара. Я был на таком совещании, ну, так сказать, не закрытом, но таком серьезном, связанном с вопросами защиты информации. Вот гражданка Касперская, жена того Касперского, имени которого называется антивирус, бывшая жена, она рассказывала, что все вот эти продвинутые, именно продвинутые телефоны позволяют вычислить, где человек находится, кому он звонил, какие телефоны, как ему звонил и так далее. Поэтому это, так сказать, хорошая вещь, но не только для тех, кто пользуется им. Так, поэтому первое ваше заявление, что это организация, которая дает кредиты, под нее подпадает ростовщичная контора. Это было в средние века. Это же не банки. Вот я, значит, вам дал деньги, ну, а если вы не отдадите, если бы это было в средние века, я бы вас в яму посадил. И пока они не соберут деньги за вас кто-то там, родственники, знакомые, будете ходить там, члены группы, так вы в яме это и будете сидеть. А если так они не соберут, так и пропадете. Так было или не так? И это банки. Ну, в принципе-то вы правильно понимаете. С отдельных банков вот не велика польза. На самом деле, то, что вы говорите, это близко к жизни. То есть, те организации сегодня, которые объявляют себя банками и представляют собой на самом деле ростовщические конторы. Потому что ничего такого банковского в этом нету. Этим давно занимались ростовщики, выдачей денежных средств под проценты. Ростовщики – это значит пускать деньги в рост. У вас есть какие-то деньги? Вы даете мне, а потом с меня берете больше. Ваши деньги выросли. Вот ростовщичество. Отсюда и такое огромное количество этих банков. Люди, откуда они взяли деньги? Кого-то зарезали, или убили, или обокрали. Во всяком случае, не на стройке работали, если урочно, чтобы открыть банк. Заложили, допустим, уставной капитал 30 миллионов, а собрали 3 миллиарда. А потом раз и уехали за границу. Максимальная сумма денег, с которыми он уехал за границу, учредитель банка – 200 миллиардов рублей. Он сначала перевел все деньги за границу, а потом сел на самолет и укатил. И все. Вы оставайтесь. 200 миллиардов. Ну, там есть наиболее мелкие фигуры. То есть, они столько вклада собирают, то и не дают прилить? Ну, конечно. Вы же пришли в мой банк, положили деньги. Я вам сказал, подавляем вам процент, будет такой. Какое-то время плачу, еще накапливаю. Когда накопится достаточно много. То есть, мой-то сам вклад – 30 миллионов. А набрал я же 200 миллиардов. И потом раз и уехал. До свидания, ищи меня, как ищи. А вот что такое банки на самом деле. То есть, это явление, связанное с таким, с этапом империализма, с развитием финансовых организаций до такой степени, что они становятся посредниками и участниками производственного процесса. То есть, они собирают временно свободные средства в хозяйственном обороте. То есть, вы что-то продали, у вас есть деньги. Ну, они у вас сейчас, так сказать, просто без дела лежат. Вам предлагают, давайте их кладите вот сюда, на счет к нам. Вы получите через какое-то время с процентами за эти самые деньги. За то, что вы вложили в банк. Ну, как сейчас в Бирбанк люди вкладывают. Поэтому он и назывался Сберкасса. Он разбивался Сберкассой, что он не для промышленности, а просто для отдельных граждан. Это теперь он и называется Сбербанк. Поэтому в этом смысле это и Великобритательная касса тоже такие функции выясняет, выполняет. Но банк выполняет не только функцию такую, что он собирает временно свободные средства, но он еще и направляет их туда, где есть недостаток в этих самых средствах. Вот что такое банк. За что? За среднюю норму прибыли. Если норма прибыли, допустим, 3%, то ставка, по которой дают кредиты, должна быть сколько? 3%, не больше. Почему не больше? А лучше меньше. Почему? Потому что если вы хотите, чтобы вам отдали, то ваша ставка должна быть меньше, чем норма прибыли тех предприятий, которые у вас финансируются. То есть, если у вас, значит, вы 3 миллиона, скажем, или 1 миллион вы вложили в производство, 3% от миллиона – это ваша прибыль. Значит, под 2%, если я вам дам, то вы сможете еще, кроме того, что вы отдадите банку, у вас еще 1% останется для продолжения своей работы. А если я поставлю вам 4%, все, как вы уже здесь, работать не можете. Так вот, все наши банки, они еще вдобавок двухуровневые. У нас есть Центробанк, который никому, ни физическому, ни юридическому лесу не дает никаких средств. А он их дает коммерческим банкам. А в чем коммерция? Коммерческие банки получают в Центробанке деньги, которые они не создавали, они их, так сказать, не получали ниоткуда, никакой деятельности не вели. И вот эти деньги они дают уже физическим лицам или предприятиям, то есть уже определенным хозяйственным единицам. Под какой процент? Они накидывают свои 7%, то есть ставки ключевой, по которой дает им Центробанк. Вот Центробанк разные имел ставки, вот 13 было потом, под давлением тех товарищей, которые говорят, что это грабеж, и что это никакие не банки, а ростовщики конторы. И я к этому приложил тоже свою руку и говорил, что первое, что надо сделать, это арестовать начальницу Центробанка за такие дела, которые не позволяют развиваться нашей промышленности, потому что ставка процента получается, 17-20 или 13-20%, гораздо больше, чем прибыль. Поэтому могут люди взять деньги, я у вас у всех возьму, и потом все деньги, как у вас есть сейчас, перерыв мне сдадите, а потом я выйду такой с грустным лицом и скажу, я обанкротился. Это что значит? Это значит, вам не отдам. Вот это что на языке современной экономики ознобили, вам не отдам. Поэтому при такой ставке процентной, которая превышает норму прибыли, не может быть никакого развития и движения экономики, поэтому вы можете видеть, что у нас нулевые темпы роста, тогда как мировой индекс роста около двух, в Соединенных Штатах Америки 2,7, а в Китайской Народной Республике 6,7 или 7,2. 7,2 у них планируется. Вот разница. И единственное, что есть вот у нас, некоторые люди толковые в государственном управлении, а именно есть министр промышленности и торговли, товарищ Манторов Денис, который придумал фонды специальные, минуя банки, чтобы можно было под 5% дать. Ну, если не просто так вам дать, а на что вам дать? Вы должны какую-то программу предложить к развитию производства станкостроения, кораблестроительную, там, самолетостроение. Под эту программу вам-то 5% дают. Потому что банки эти дают под 20, под 17, 18. И вот под этим давлением, в том числе один из советников, президента, товарищ Глазьев, ну, сказал, что Центробанк у нас работает и все это финансовый блок в интересах иностранных государств. И он это сказал не просто, между прочим, в какой-то статье, а он сказал это в докладе Межведовской комиссии Совета безопасности Российской Федерации. А Совет безопасности – это такой орган, самый ключевой, куда входят президент, премьер-министр, руководители палат нашего парламента, это и верхний, и нижний, ну, ФСБ туда входит, МВД, ну, и все ключевые институты представлены в Совете безопасности. То есть это не секрет, и это не новость, которую я вам сообщил, а это уже, так сказать, уже сказано. Под этим давлением. Да, причем Союз промышленников и предпринимателей в лице своего председателя, обмудсмена этих предпринимателей, Титова тоже говорит, что надо ключевую ставку снижать. Нет, ну, представьте, это вот люди присосались к деньгам, а вы хотите их оторвать, а их никак не оторвать. Они держатся за этим самым. Поэтому сейчас снижает примерно по 0,25% в квартал. А как вы думаете, в Соединенных Штатах Америки какая ставка ключевая? У них разница меньше, меньше, меньше. Намного меньше. А вот какая, как вы думаете? Я не знаю. То есть мы можем многое сказать отрицательного про Соединенные Штаты Америки, но вот в отношении ставки, ну, они исходят из чего, что, ну, вот крупные монополии, а на сколько? 3% прибыли имеет. Значит, какую надо установить ставку процента, чтобы эта монополия взяла кредит и отдала. И, так сказать, сделала то, что должны делать берущие займы в банке. Так там сейчас максимальная ставка до 1,75 и меньше. 1,75% в Соединенных Штатах Америки, которая имеет 15% мирового ВВП, Россия имеет 2% мирового ВВП, а ставку заломила в лице, так сказать, своего Центробанка. Ну, вот 9%. А следовательно, получить можно только под 17, под 16-17%. Поэтому то, что вы сказали, вроде бы это неправильное определение, но это точно относится к нашим организациям, которые являются банками или называют себя банками. Именно банками они по существу не являются. Банков у нас в этом смысле нет. Именно в том смысле, что такие организации, которые временно свободные средства в хозяйственном обороте, которые образуются, аккумулируют, накапливают и направляют туда, где есть временный недостаток. за среднюю норму прибыли. И, соответственно, банковские служащие всегда были скромными банковскими служащими. А у нас это люди богатейшие. Вот такая картина. Но это касается банков. А мы сейчас говорим о заработной плате. Заработная плата вот в это время, когда появились банки, появилось государственное регулирование в монополистической экономике. Как оно коснулось заработной платы? Отец государственного регулирования, английский лорд и крупный экономист Чон Мейнард Кейнс, которого я вам очень советую почитать. Книжка маленькая, ясно написана. И ее, так сказать, только перепевают и в длинных бумагах излагают. А она достаточно краткая и весьма показательная. Во-первых, он говорит, что Маркс прав в одном, что кризисы неизбежны, если все пустить на волю волн рыночных. Поэтому нужно перейти к государственному регулированию и предлагает меры государственного регулирования ставку процента как раз он устанавливает должно государству. есть дефицит денег, значит, надо понизить ставку процента. Люди могли свободно брать и разрешать эти проблемы. А по отношению зарплаты он говорит так, что зачем вы на своем предприятии со своими рабочими бодаетесь. не надо этого делать. Надо просто, государство повышало цены. Вот это главный, один из основных элементов государственного регулирования. Постоянное повышение цены. А почему это элемент государственного регулирования? Что это стимулирует? Это во-первых стимулирует всех, у кого есть деньги, идти чего-нибудь покупать, потому что если вы это не купите, то деньги ваши так растают. Они тают прямо на глазах. Если у кого-то есть накопление, конечно, если у кого нет накопления, они это особенно не замечают. Получили и сразу же их тратили. Получили и тратили. Не успевают они обесцениться. А так идет постоянное обесценение. Вот я задаю вопрос. Цены у нас растут или не растут? А? Они повышают. Вот. Дополнили. Повышают, а сами они не растут. Сколько могут цены сами растут? Это не грибы. Цены повышают. И это повышает их в соответствии с кенсианской политикой государственного регулирования. Поэтому что происходит с реальным содержанием зарплаты? Потому что мы же когда с вами говорим идет кукля-продажа. Но что тут деньги, зарплаты? Это же промежуточный такой элемент. Ведь покупают их собственники, владельцы рабочей силы для того, чтобы получать эти деньги для того, чтобы их реализовать, купить предметы потребления и воспроизвести свою рабочую силу. Правильно? А реальное содержание этой зарплаты постоянно понижается. Вот свежие последние данные такие. За последние три года реальное содержание зарплаты сократилось реальные доходы граждан сократились на 10%. Три года прошло. Вот за три года 10% реальных доходов уже изъято. А если брать зарплату, то есть данные, которые приводит Академия Народного Хозяйства и Государственная Служба при президенте РФ, и она приводит данные о том, что зарплата сейчас 92,5%, реальная зарплата. Не номинальная, не бумажки, а купить можно на эти бумажки. 92,5% от того, что было в 2013 году. Дескать, жизнь идет вперед, вроде бы как. Мы стареем, и пока мы стареем, за это время зарплата все меньше и меньше, и доходы все меньше и меньше. Ну, как вы понимаете, скажем, вот вы заметили, у вас незначительное повышение стипендии, да, было 1480, а сейчас? Да, 1580. А? 1570. 7? 1570. что-то такое. Ну, вы понимаете, что это темп роста повышения стипендии, вот такой маленький, что он не успевает за понижением. Так, а иначе какой смысл был бы тогда в том, чтобы повышать цены? В этом есть и смысл как раз, потому что если это касается предпринимателей, собственников средств производства, а для них это безразлично, повышается цена или нет. Почему? Если цены повысились, то есть все издержки выросли, они, соответственно, цену подняли, и они дороже получили, и дороже и поднимут. У них ничего не пропало. Поэтому, как можно определить инфляцию? кто попытается сказать, что такое инфляция? Что это такое? Ну, слово вам известно, да? Что это такое инфляция? Обесценивание денег. Нет, это так, вы так делаете, как будто это стихийное бедствие. Это не обесценивание денег, это повышение цен на все товары, кроме товара, рабочая сила. Никто это... Вот, ну, понятно, что дальше и пенсии, и стипендии, они точно так же, в таком же положении, как зарплата. Никто их не собирается повышать. То есть, идет, идет повышение цен на все товары, кроме того, что выдают тем людям, которые либо на содержании государства находятся, как, скажем, студенты, пенсионеры, либо работники, работающие. Вот, обратите внимание, повышение цен на все товары, кроме товара рабочего. А если бы не было повышения цен на все товары, кроме товара рабочего, то какой смысл тогда повышать цены? Ну, какой смысл? Смысл цены в том, что она пропорцию в обмене задает. Если эти пропорции не меняются, то хоть в 20 раз. Поэтому, если мы скажем, сейчас возьмем и зачеркнем два нуля. Вот у вас есть тысячи рублей у кого-нибудь с собой? Давайте два нуля зачеркнем, сейчас реформа. С завтрашнего дня будет это 10 рублей. Что изменится? И все цены там тоже нуля зачеркнем, и все эти копейки выбросим, мелкие деньги, и будет это десятка, 10 рублей. А можно и третье зачеркнуть нуль. Будет это рубль. И вот когда бабушка, которая получает пенсию, 6 тысяч, увидит, что 6 рублей у нее пенсия, вот тут она скажет, до чего вы нас довели? А сейчас она получает 6 тысяч рублей. 6 тысяч тысячи. Ну я одно время миллиона получал, вот перед вами стою, живой миллионер, 2 миллиона получал, когда вот при Гайдаре были сотни тысяч, и за лето нам выдали отпутхные, вот мне было 2 миллиона с кусочком. Ну к августу они закончились к концу. Я стал опять не миллионером. Так что это, а если вы возьмете послереволюционные годы, никто же не ходил там с ружьем отнимать, допустим, вы вот крупный финансист, у вас банкир, и надо вас потрясти. Зачем вас трясти? Начинает повышать цены, только не так медленно, как сейчас, а бурно, чтобы спичечный коробок стоил миллион. И все. И вы из богатейшей, так сказать, финансисты превратились в нищую. Поэтому даже не разрезали эти деньги, а прямо рулонами их напечатали и прямо с рулонами ходили боку. То есть финансовая экспроприация проходила не таким образом, что ходили и рылись в шкафах, в сундуках, в вашельках. Нет, просто повышали цены. Точно так же при Гайдаре люди произошло обесценение всех банковских вкладов. Вот, допустим, у вас было 6 тысяч рублей, у ваших родителей, например, 6 тысяч рублей, да, или бабушек, дедушек. На 6 тысяч рублей можно было купить автомобиль. После реформы Гайдаровской пойдите купите килограмм колбасы, найти деньги, и все. Поэтому встает такой вопрос, в силу того, что мы находимся в условиях империализма, монополитического капитализма, и осуществляется политика государственного регулирования, которая, скажем, Центробанка в открытой говорит, что мы должны держать инфляцию на уровне сколько процентов? 4. 4%. Вот прямо они говорят инфляцию. А производительность труда к чему ведет? Если задумываться на тему копнуть не в деньгах, не с точки зрения у кого чего отнять, а с точки зрения производства. Вот если раньше это делалось за 6 часов, а теперь делается за 3 часа. То есть содержание труда в продукции сократилось или увеличилось? Сократилось. А цены вообще, по идее, они должны отражать движение затрат труда. То есть на самом деле с точки зрения трудовой оценки продукты труда систематически дешевеют. И это закон общесоциологический. Все товары они или не товары, все производимые продукты с развитием производительности труда становятся более дешевыми. То есть производить их удается за все меньшее рабочее время. В них заключено все меньше и меньше труда. Есть такой показатель производительности. Можно считать, сколько товаров проходит, за час производят или за единицу времени на одного работника. А можно считать трудоемкость. То есть сколько содержится труда в этой единице. С ростом производительности труда трудоемкость уменьшается. То есть трудоемкость уменьшается, А наш дорогой Центробанк на 4% увеличивает. И что происходит? А происходит, что богатые богатеют, а бедные беднеют. За тот же период, с 2013 года, у нас увеличилось очень сильно число долларовых миллионеров и миллиардеров. За прошлый год, 2016, на 10% выросло число долларовых миллионеров. А число долларовых миллионеров на 11%. А вы хотите, чтобы вам повышали стипендии. Ну, что вам стипендии? Люди серьезные вещи решают, как им миллиардерами стать. И чтобы можно было гордиться, могла Россия, что у нас миллиардеры просто растут. Говорят, что у нас плохая экономика. Как? Кому плохая? А кому замечательная экономика? Вот в этих условиях мы должны рассматривать противоречия между работниками и собственниками средств производства. Между продавцами рабочей силы и покупателями. Ну и каковы перспективы бесконфликтно поднять в себе реальную заработную плату? Или повысить уровень реального содержания зарплаты? Скажите, пожалуйста, каковы перспективы? Можно бесконфликтно это сделать? Вот убедите меня какими-то словами. Или, может, медиаторы пусть придут. Еще пригласите кого хотите, чтобы я взял и сейчас прямо из бумажника достал и отдал вам деньги. Беретесь вы, товарищи конфликтологи, меня убедить сейчас или в перспективе? Ну как он можно человеку взять всерьез, думать, что можно убедить человека отдать? Что такое повысить зарплату с точки зрения собственника средств производства? Вот вы мои работники, а я собственник средств производства. Вы приходите и говорите, Михаил Васильевич, повысите нам зарплату. То есть вы что хотите сказать, что я должен отнять то, что сейчас у меня прибыль, эту часть я должен вам отнять, оторвать от своих детей и внуков и вам передать? Ну, народ пошел какой, а? Ну, что вы ставите? Как собираетесь меня убеждать? Да ни за что. Это раз. Во-вторых, хотя, ну вы скажете, так у вас производительность туда растет, мы же тут действуем, работаем. Так у нас уже запланировано, у меня уже три острова купите, а вы хотите подорвать, что ли, это все? Да? И потом не все еще дети и внуки у меня имеют самые дорогие автомобили. А тут вы пришли, требуете, понимаешь, повышения зарплат, пенсии, стипендии и все прочее. Вопрос поэтому. И отношение к конфликту. Потому что некоторые товарищи на конфликты смотрят как на что-то такое отрицательное. Все на самом деле истинно конкретно. Конфликт по зарплате, это что такое? Это действия, на которые идут, если работники идут на это действие, они идут ради того, чтобы повысить свою заработную плату. То есть цену рабочей силы. Они же продавцы. Продавцы могут поставить вопрос о том, что мы ниже, чем вот этот уровень, не продаем. Почему нет? Ну, продавцы же они. А, относительно своего товара? А? Про товар? Да, товар. У них рабочая сила. Ну, продавцы у них, они продавцы. Могут продавцы? Вообще везде продавцы устанавливают цену. Единственное место, где не продавцы устанавливают, а покупатели. Я прихожу, говорю, так, что у вас, это гнилой лук у вас такой противный. А это такая, это что это такое? Секла. Секла тоже такая старая. Ну, сколько вы за дрянь свою у вас просите там? Ну, давайте по 50 рублей кило. И скупают. И скупают и лук, и морковку, и прочее. Ну, как вы думаете, по какой цене литра молока покупают те люди, которые у нас вот продают молоко? Вот вы идете в магазин, покупаете молоко. Скажем, 50 рублей литр. Ну, как вы думаете, сколько получили из этой всей суммы, получат те, кто делали это молоко? Которые навоз убирают, там доят эту самую корову, кормят эту корову и так далее. Сколько? Нет, не 4. 20 рублей. По 20. Я наблюдаю, было 15, сейчас 20. 20 рублей из 50 вот это. Кто-то тут картон делал, который наливается, или видите, пластмассу. Кто-то разбавляет это молоко. Тем более, это вы какое молоко получаете? Получайте это молоко, вы получаете 2,5% или 1% вам рекомендуют. Так, девушки, вам надо быть стройными, 1%. А таких коров нету, которые 1%. А почему 1%? Да потому что они первое, что делают, когда приходит молоко на молокозавод, сепарация происходит. Сепарация – это отделение, разделение. Отсюда сепаратизм. И 1% идет, а это сливки. Сливки, во-первых, можно продавать. Во-вторых, можно делать сметану, уже задорого продавать. А потом выпускать разные сорта молока. Вот это 1%, пучку-пучку деют. Так, от слова худо. Это, значит, 2,5%. Подливаем сливок уже в 1%, это 3,2%. А у коров-то такого нету. Таких коров, знаете, разные расцветки бывают. Пятна такие и такие, но чтобы так вот ходило. И 3,2% на ней было написано. Таких коров не бывает. Поэтому, когда мы говорим про эту цену, тут еще начинается вот эта операция, и это 1% молоко, это очень много. То есть продают и такое, и такое, и такое, и выручают довольно большие суммы. Точно так же, скажем, люди, которые выращивают лук, и у них скупают там по 60 копеек за кило. А потом, тут уже пошли рубли, или десятки рублей. То же самое с морковью, и с прочими всякими делами. Вот о чем, почему мы этот вопрос с вами рассматриваем столь обстоятельно? Потому что нам надо решить такую проблему, как конфликтологам. Можно бесконфликтно добиться повышения своей цены своей рабочей силы. Навряд ли. Есть какие-то другие выводы? Нет. Нет других выводов. Поэтому, значит, то есть вопрос, мы определение сделали, что такое конфликт. Это переход от силы аргументов к аргументу. Ну, ходили вы, переговаривались. Что нам дает трудовой кодекс? Он дает нам право. Если бы мы сорганизовались в профсоюз, или даже без профсоюза собрали конференцию, избрали своих представителей, мы тогда и можем их направить на переговоры к работодателю. Он обязан их до трех месяцев освободить с оплатой посредней. Он с удовольствием будет оплачивать посреднему этих людей, которые не работают, только они повышают зарплату всех. И будут они сидеть три месяца, потом, если закончат переговоры, надо других, потому что больше, чем три месяца, вам нельзя сидеть на переговорах с оплатой. Давайте теперь вот эта часть ушла, вот та часть, вот тройка следующая пошла на переговоры. Пожалуйста, сидите, переговаривайтесь, потому что это малые затраты. А если всем сразу повысить зарплату, это большие затраты. Потом, пожалуйста, можете, если у вас получится, начать коллективные трудовые споры. Опять надо для этого собрать конференцию. На конференцию выдвинуть требования. Что вы требуете? Повысить зарплату на 10%, да? На 10? На 10? Сколько вы требуете? Я бы хотел сколько на 10. Ну, тут сразу вот... Ну, как понять. Я только что вам дал цифру за три года. За три года у вас понизили на 10, а вы сейчас требуете тех людей, которые так мало требуют, никто не уважает. Вы серьезный человек? Вам понизили за три года на 10%, а вы, как нищие, требуете вернуть вам зарплату на тот уровень, который был три года назад. Вам не стыдно так и требованию удевать? Как вы такое можете вообще говорить, товарищ конфликтолог? Ну, какой-то... Люди должны вообще добиваться улучшения. Вот скажите, пожалуйста, есть ли основания экономические требовать того, чтобы реальное содержание зарплаты увеличилось? Но производительность строя растет. Кто должен получать плоды от развития науки, техники и технологий? Только собственники средств производства или все? Мы сейчас не говорим о том, что существует и другая ситуация, скажем. Мы сейчас не говорим о том, что можно поменять вообще собственность и всю систему собственности, и будет собственность общественная. Тогда не будет этих собственников средств производства. особых. И тогда, так сказать, то, что будет производиться, будет соответственно распределяться. И тогда, собственно, резона не будет повышать цены, и тогда цены снижались. Вы, наверное, знаете, что в СССР цены понижались. Более того, вот для меня, как в свое время молодого экономиста, было удивительно прочитать, что за войну с 42-го по 44-й год цены на танки, пушки, самолеты, снаряды, патроны, гранаты, то есть на военное снаряжение и оборудование выросли, снизились вдвое, с 42-го по 44-й год, упали цены. Ну, понятно, потому что производительность труда в два раза выросла, то есть стало в два раза больше этой техники, а цены на единицу упали. И доля военных расходов в государственном бюджете с 42-го после 44-й год сократилась. Просто по нынешним временам, кажется, сказочные такие явления. Ничего сказочного тут нет. Эти все цифры и эти все изменения, они приближены к тому, что происходит в экономике, собственно, в производстве. Если производительность труда выросла, то, соответственно, значит, танк стал стоить в два раза дешевле. Пушка стала... То есть получается, что войну выгодно вести, если она в таком долгосрочном... Нет, это не получается, что войну выгодно вести. Это просто говорит о том, что даже в военное время, не только в мирное время, и в военное время цены понижались. То есть понижение цены – это не какое-то... Вышел добрый дядя Сталин, Джо, и говорит, давайте, значит, повысим вам, понизим цены. А я могу уже, поскольку я эту цену, этот вопрос о цене изучал, как экономист сказать, что... Вы знаете, что такое оптовая цена? Оптовая цена – это цена, по которой продают оптом, да? То есть сразу. Да, или оптовая цена. Оптом продают. И есть... А есть розничная цена. И вот эта подушка между розничной ценой и оптовой называется налог с оборота. Так вот государство получало доходы от того, что... От того, что прибыль предприятия сдавали, она же... Эта прибыль принадлежала всему обществу. Плюс налог с оборота вот этот. И если этот налог с оборота становится очень большим, потому что оптовые цены должны понижаться все время, в связи с тем, что затраты снижаются, и, соответственно, цены оптовые снижаются. И поэтому налог с оборота становился таким большим, что нужно было поближе придвинуть эту планку розничных цен ценам оптовым. И поэтому надо было понижать цены. Не из любви просто к народу, а просто из-за того, чтобы ни перекоса этого не было. Потому что если я просто подниму зарплату всем трудящимся, то спрос вырастет на все, в том числе на мясо и масло, которые не подняли в таком количестве. И будет дефицит. И будет тут дефицит, а там будет затоваривание, там, в производстве посуды, или в производстве книг. Поэтому что нужно делать? Повышать зарплату или понижать цены для того, чтобы отрегулировать что-то, то, что происходит в экономике. Понижать цену? На что? Не на все. Потому что если на все поднять, это все равно, что цены поднять, что зарплату. Что цены понизить, что зарплату повысить. Поэтому надо понижать цену на то, чего стало больше, что стало дешевле. И тогда вы все время обеспечиваете нормальное соотношение спроса и предложений. Ну, а тут, значит, вот вы говорите надеюсь. Как же так? Значит, есть какое-то основание экономическое требовать, чтобы жизнь ваша улучшалась? Как вы можете требовать, чтобы жизнь ваша была такая, как три года назад? И не выше. Ну, как это так? А потом, вы знаете, вы придете... Здравствуйте. Придете на переговоры, придете на переговоры, а на переговорах потом будет осуществляться компромисс. Это уж вы точно знаете. Правильно? То есть, вот она затребовала 10%. Три года назад зарплата была на 10% выше. Реальная зарплата. Вот она пришла здесь с ее. Мы до 5 потом договорились. И закончили наш спор на 5. Она угрожала забастовкой. Ну, мы договорились. 5. И что получилось? То есть, после этих всех переговоров и после этого коллективного трудового спора, ну, получилось, что жизненный уровень уже не на 10% стал ниже, а только на 5. Чем раньше? Как хотя бы. Так вы понимаете, что вы умираете? Экономика умирает. А почему экономика умирает? Потому что, если у вас меньше доход, меньше зарплата, меньше спроса. А если меньше спрос, меньше предложение. А меньше предложение, то есть, не производит, не забирает никто товары. И все останавливается. Почему колбасу делают с бесконечным количеством наполнителей и всякого рода консервантов? Да потому что она валяется там уже месяцами. Эта колбаса никто не берет. Так бы эту колбасу все забрали, и новую сделали бы свежую. А если свежую, если ее забирают за несколько дней или за 10 дней, то не надо столько консервантов. Точно так же, как, скажем, в советское время в лимонад никто бензоат натрия не клал. Сейчас тоже продают, говорят, как раньше. Как как раньше? Кто-то бензоат натрия клал в лимонад. Просто был срок. Два дня. За два дня должен быть лимонад выпущен, реализован. Не можете реализовать? Не производите больше. А сейчас он хоть два года будет стоять. Почему? А что такое консервант? Он убивает все живое. Ну, такое крупное, как мы, сразу не убивает. А медленно только. Ну, поэтому можно за время своей жизни набраться этих консервантов в таком количестве, что это будет уже влиять на все. Поэтому это вот такого рода настроение. Это еще есть другая такая присказка. Лишь бы не было войны. Или лишь бы хоть бы это получить. Так с этим хоть бы это. И хоть бы это вы и не получите. Потому что, если вы затребовали 10, получите 5. И вы даже не вылезли из ухудшения. Ну, должно быть хоть на копейку выше. Поэтому первое требование к формулировке требования, чтобы эти требования были направлены на улучшение жизни. Ну, то есть на повышение цены рабочей силы. Реальные цены. И мы имеется в виду, мы цену переводим потом в реальные материальные блага. И говорим, что если корзина потребительская пополняется с ростом, так сказать, вот номинальной зарплаты, это нормально. А если она уменьшается, и в этой корзине все меньше и меньше продуктов, то это никуда не годится. Какое же это повышение? Но я думаю, все тут понимают, что если я вот собственник средств производства, я вот просто так вот с разговором от того, что вы мне... Вот как я лекцию кому-то прочитаю, или вы будете как конфликтолог убеждать меня, убеждайте меня, чтобы я взял и вам сейчас-то деньги отдал. А у нас справедливость в нашем обществе. У нас общество буржуазное же. Оно основано на товарном хозяйстве, на законе стоимости. Вы получите зарплату по цене. Ваша цена справедливая и зарплаты? Вот и все. Нет. Как нет? Ну, я же пришла с повеликой. Да, значит, вот это вот одна из линий конфликтологических, которые можно развивать. А именно, то есть можно начать считать стоимость рабочей силы. То есть вы можете потребовать у меня. Так, вы не хотите повышать? Хорошо, не повышайте. Давайте платите как положено. Вы все посмотрите. Вы покупаете, ну, сколько затрачивают производители, столько вы им отдаете. Скажем, вы не будете тем, кто продает электроэнергии, говорить, у нас нет денег для оплаты электроэнергии. Раз нет денег, вам придут и рубильник выключат. Правильно? То есть все товары, которые закупает собственник средств производства, они все продаются либо по стоимости в начальном этапе развития капитала, либо по цене производства. Поэтому, если вы хотите, так сказать, аргументировать повышение цен, вы можете потребовать, можете, справедливо будет, требовать такой уровень, который соответствует стоимости рабочей силы. Вы считали стоимость рабочей силы рабочего в России сейчас? Вот я бы, товарищи Дохи рассчитали под моим руководством. Значит, вы можете открыть сайт Московского отделения Фонда Рабочей Академии, Московское оригинальное отделение, ну, просто Московское отделение Фонда Рабочей Академии, раздел библиотека, и там есть методичка, которую я по заказу Александра Ивановича приготовил, чтобы у нас была методичка по конфликтологии. Она называется «Политические составляющие социально-трудовых конфликтов». Маленькая книжечка такая, М.В. Попов «Политические составляющие социально-трудовых конфликтов». Там две части. Первая часть – это программа курса «Политические составляющие социально-трудовых конфликтов», которую я читаю для магистров второго курса. Вот у меня сегодня после вас как раз лекция для магистров второго курса. А вторая часть – расчет стоимости рабочей силы, которую проводили докеры. Последний расчет был сделан в 2014 году с учетом предыдущих расчетов, и которые должны были рассчитать, сколько нужно выплачивать зарплаты для нормального воспроизводства работника и членов его семьи. При таких предпосылках, что работает 25 лет. Одним из моментов, почему такую величину взяли, чтобы легче считать было. Если 25 лет, легче потом умножать. Раз. Потому что в 25 годах 12 месяцев в каждом году на 12 умножим, получается 300 месяцев. Потом, если мы всякие зарплаты и всякие затраты, какие мы имеем в течение года или в течение более длительного периода, хотим перевести в элемент месячной зарплаты, надо на 300 все делить. Тогда легко рассчитывать. Потому что это принципиальные расчеты, еще никто нам не собирается это выплачивать, а просто нужно посчитать эту стоимость. Сколько должно быть детей в семье для нормального воспроизводства селения России? 3. Потому что менее 2,4 идет сужены. А 0,4 пока еще не рождалось. Еще не видно на такое. 3. А скажем, сразу вы как только начинаете считать вопрос, а какая должна быть квартира, но за время своей жизни, вот вы там, скажем, новые поколения, вы выйдете замуж, у вас будет семья, но хоть за время своей жизни вы в состоянии купить квартиру должны быть. Я вот не в состоянии купить бы квартиру за время своей жизни, я пришел в квартиру жене. Потому что на нашу зарплату, которую мы получаем здесь, это невозможно сделать. И таких денег, за которые нужно заплатить, у меня никогда не было. Но у меня 2 миллиона было один раз. И этого хватило, чтобы дожить до сентября. Короче говоря, вот мы взяли все составляющие, посчитали, мы там посмотрите, все составляющие потребления. Это надо посчитать затраты на еду, на детей, так сказать, что надо их на одежду, на обувь, на медицину, затраты на спортивный инвентарь или на то, чтобы на спортивные занятия, поскольку они становятся платными, все больше и больше. Все-все. Вплоть до того, что если 25 лет, значит, с прискорбием вынуждены вам сообщить, что когда-то нужно будет похоронить родителей, между прочим, похороны не дешево, их тоже надо посчитать. Потом дети ваши будут, между прочим, выходить замуж или жениться. А сейчас что-то шикарное стали свадьбы. Мы, например, очень просто проводили с женой свадьбу. Четыре человека пригласили. У нас было очень много, вот пришло человек 200 на регистрацию. Было очень бурное событие, потому что я был секретарем комсомольской организации, меня очень многие знали. А жена была секретарем комсомольской организации, вот двумя курсами ниже. И это с такими плакатами, куда попов туда и мы, народ собрался. Было очень здорово. А сама свадьба была 4 человека, и все. Ну, то есть наши свидетели. Ну, сейчас я думаю, что, поскольку некоторые закатывают лимузины и приглашают много людей, и все это деньги, деньги, деньги. Ну, это надо... Ну, что нормально, давайте. Мы же говорим о нормальной зарплате. С учетом того, что вы же будете говорить своему работодателю, что вот нужно нам на свадьбу детей вот столько. Они скажут, вы что, умели? Он-то своим закатывает на миллионы, а вы хотите на сотни тысяч. Там нормально. Обратите внимание, вот Навальный критикует всех чиновников, кто берет какие-нибудь взятки и так далее. Никогда не критикует олигархов. Никогда. Почему? А олигархи, это они, так сказать, вне этого делают. Это же собственники средств производства. А нам, олигархам, нужны скромные чиновники, которые бы нас обслуживали государственными. Правильно? Вот и они не должны быть такими. Мало ли они захотели, как мы, как олигархи, как боги жить. А олигархи, вот, посмотрите, нигде они. Ни одного олигарха. А у нас Абрамович имеет более чем 13 миллиардов. 17 миллиардов имеет Лисин. У нас полно людей, миллиардеров, долларовых. И они никак не фигурируют в этом всем поле, на котором проходит это обсуждение. Значит, понятно, да? Значит, посмотрите там. И что? Значит, там есть два расчета. Расчет на тот случай, когда работает один. Бывает, у них такая работа, что, во-первых, трое детей, это значит, по три года на каждого ребенка надо сидеть с ребенком. Девять лет вылетает. Это если оба, два работают. А если один работает, то, соответственно, другая цифра. Если один работает, то все затраты семьи на одного. Потом налоги надо заплатить с этой зарплаты. 13 процентов, да? Это тоже надо учесть. То есть сначала вы посчитаете, сколько надо, потом нарастить надо с учетом того, что вам налог придется платить, и прикинуть на случай, или один работает, или два. Вот если двое работают, получается 164 тысячи рублей. 14 – это нормальная зарплата. То есть зарплата, которая обеспечивает нормальное воспроизводство работников и членов его семьи. И на переговорах разговор был такой примерно. Я присутствовал на этих переговорах, наблюдал. В основном я там не выступал, а выступали и сам и доферы. Они говорят, «Так что у вас тут эта машина?» А доферы говорят, «Так мы же 12 часов работаем, мы возвращаемся в час-полтора после дневной смены вечером, когда никакой транспорт не ходит». У них там первый контейнерный терминал на Тарухтанных островах. А вы почему не хотите? Давайте вы тоже будете ездить на автобусе. Просто сделаем автобус, и вы будете, и мы будем ездить. То есть давайте будем обсуждать все составляющие. Короче говоря, вычеркните то, что вы считаете, что это вот не надо. Ну давайте жилье вычеркнем, или что? Или одежду, или обувь вычеркнем, или зимнюю одежду. Шапки давайте вычеркнем, будем зимой ходить без шапки. Некоторые же ходят. Так мы будем считать, что нормально, или что ненормальное. То есть все вот эти попытки работодателей что-то вычеркнувся, они ни к чему не привели. То есть аргументировать очень тяжело против этого. Там есть полный расчет. Причем поскольку это люди, докеры, они не низкооплачиваемые, у них зарплаты на момент составления вот этого документа. Это был документ, составлялся во время коллективного трудового спора. Люди, которые освобождены от производительного труда, докеры, которые в это время не грузят, не возят, они в это время сидели и считали. Но если они получают 80-90 тысяч, то для них вот такая цифра, которая получилась, заоплаченная, во-первых, не кажется, а во-вторых, они так примерно знают, где и что, и поскольку покупается. Поэтому там в этом документе, о котором я вам говорю, там есть расчетная часть и часть, которая связана с обоснованием. Где вы взяли? Почему вы такую цену поставили, а не другую? Например, надо считать, сколько нужно потратить на квартиру. Если одна квартира за все время, какая это? Три комнаты или четыре должна быть, если вы берете троих детей. Ну, считается, что если дети не три девочки, не три мальчика, а разнополые, то вообще желательно четыре иметь. Нормально, да? Четыре комнаты на пять человек. На пять человек. И после этого, значит, кто может сегодня из работников взять и выложить эту сумму? Сколько нужно выложить за четырехкомнатную квартиру? Ну, вы знаете, если однокомнатная квартира или квартира-студия за миллион, то что такое трехкомнатная? Так вот, докеры сказали, в порядке уступки работодателю, трехкомнатную будем считать, четырехкомнатную не будет, трехкомнатную. Ну, а для этого надо взять ипотеку. Скажем, если это работодатель, зачем ему ипотеку? Он пойдет и купит эту квартиру. Или он купит не квартиру, а апартаменты. там, где там по 250 метров будет после помещения. А поскольку вы идете ипотеку брать, то если вы идете брать ипотеку, то получится одна квартира по цене трех. И вот. И дальше расход. Медицина. Есть и бесплатная, условно платная. И так далее. И посмотрите, какие цены на медикаменты. И так далее. Ну, и так далее. Все считайте. Школа. Все тоже бесплатное, но деньги платить надо. То на это, то на то, то на то. И надо это все заложить. И прочее. Или там отдых. Если один раз с семьей куда-то поехали, значит, это нормально или это ненормально, чтобы куда-то выехали и погрелись на солнце. Тем более у нас тут такая погода. Ну, вот таких попыток со стороны работодателя, что он сказал бы, это не надо. Ну, они, кстати, попробовали, возразить не могут. Но они просто не повышают, и все. Не повышают. Просто не повышают. А почему они не повышают? Давайте ответим на этот вопрос. Вот если у меня есть интересы, как у работодателя, в чем мой интерес состоит главный? Чтобы прибыль моя повышала. Только вы хотите понизить мою прибыль, так вы как враги мне. Это вы хотите мою прибыль? Ну, мы же ее повышаем. А? Ну, мы же ее повышаем. Это я ее повышаю. Я вас уволю, без вас обойдусь. Другие к найму. Чтоб такие вот тут не выступали. Вообще-то вы их, конечно, повышаете. Но технику я купил. Но технику, между прочим, тоже сделали другие рабочие. Технику не собственники средств производства делают. А разработку техники... Ну, это наш брат интеллигент. Офисный планктон, который, так сказать, не ахтикал и получает. Короче говоря, вы, конечно, в этом смысле правы. Ну, и что вы этими разговорами? Ну, это вы у меня все равно из кармана хотите достать. Языком хотите достать у меня деньги. Можно языком достать деньги? Вот если языком деньги достать нельзя, отсюда вывод непреложный, к которому мы приходим, что без применения других средств, кроме средств убеждения, невозможно повысить реальное содержание зарплаты. Реализовать то, что написано в Трудовом кодексе. Обращаю ваше внимание на две статьи. Статья 130 Трудового кодекса, где написано, государство гарантирует обеспечение, повышение уровня реального содержания заработной платы. Но вы можете обыскаться в этом самом Трудовом кодексе. Как оно гарантирует-то? Я вам разъясняю, как оно гарантирует. Оно дало все права работникам. Боритесь. Вам же дано право на коллективные трудовые споры и на забастовку. Но если вы не хотите пользоваться этим правом, это значит, вам не хочется кушать. Это ваше дело. Вы же можете, вот все, вот если вы мои работники, наслушались вот ваших речей, о том, что вы это все делаете, а я только, значит, получаю прибавочную стоимость. Ну, так бастуйте. Но вы же не можете организовать забастовку. Раз не можете организовать забастовку, вот кушайте, сколько и сколько получаете. Организовать забастовку сложно. Процедуру вы можете посмотреть. Очень сложно. То есть государство как гарантирует? Оно предоставило права работникам. Если вас не устраивает такие условия, заключение договора, не устраивает цена вашей рабочей силы, пожалуйста, выставляйте требования, ведите переговоры, потом коллективные трудовые споры, выходите на забастовку и решайте этот вопрос. Забастовку вам разрешили делать? Разрешили. В Конституции записано право на забастовку? Записано. 37-я статья. Что вам еще надо? И не ходите в суд. Это все вам дано. В суд вы придете, скажете, так это же все урегулировано трудовым кодексом, вам дано право, вы сами не хотите. Ну, как вот люди на рынке, так сказать, я приду на рынок, у вас покупать помидоры, по чем помидоры? 30 рублей. Я по 20 буду брать. А он мне скажет, идите отсюда. Он же не спускает до 20, а он стоит и стоит 30. Но если вы сами, вот, ей даже стыдно стало, ушла. На 10% понизили за 3 года, она будет просить 10%. То есть даже люди до чего дошли, что даже не просят лучшей жизни, чтобы была. Хотя вы прекрасно знаете, сколько уже звенят всех в ушах. Нововведение. Информационное. Это научно-техническая революция, научно-технический прогресс, с Колкового у Колкового. Что такое нет? Все у нас уже все делается. Будет цифровая экономика. А что получается? Вообще хуже, хуже, хуже. Ну, так если вы и сами не хотите, что мы можем вам дать? Ну, это, значит, вам это не надо, раз вам не надо, так, а нам надо. Есть другая статья, 134-я. Там заглавие этой 134-й статьи такое. Обеспечение, повышение уровня реального содержания заработной платы. Обеспечение, повышение уровня реального содержания заработной платы. Вот люди, не поднаторевшие в юриспруденции, они начинают читать эту статью и искать, что там написано. А ничего там больше не написано. Там написано, что, например, индексация включается в повышение реального содержания. Это и так ясно, потому что, если у вас есть цифра 5, в него включается цифра 4, 3, 2, 1 и 0. Правильно? И все другие цифры этого отрезка. Поэтому нечего там вычитывать. Есть заглавие. То есть, государство считает ваши требования законными? Или нет? Требования работников повысить реальное содержание зарплаты. Государство считается законным? Что вам еще надо? Ваша забастовка, значит, законная. Но если вы сами не хотите бастовать, идите отсюда. Это же государство скажет. Ну, не хотите вы. Ну, если вы не хотите, ну что, я вам предоставил мураво. Ну, что вам еще надо? Чтобы вот Владимир Владимирович пошел с вашим директором. Не будет Владимир Владимирович с вашим директором разговаривать. У него другие дела. Он будет разговаривать с министром обороны товарищем Шойгу. И с президентами и других стран. Вам дали же право. Ну, что еще хотите? Вам дали возможность решать этот вопрос через Забасов. Забасов, это конфликт? Да. Да. Ну, а вы конфликтологи? Ну, да помогайте людям использовать. Конфликт – это средство или нет, решить проблему? Да. В данном случае. Были разные конфликты. Это если я… Вы сейчас вот послушали меня, потом вцепитесь мне в глаза и выцарапываете. Вам не понравилось, что я говорил. Этот конфликт мне не нравится. Но если речь идет о том, что вы забиваетесь лучшей жизни, и это, так сказать, для громадного большинства трудящихся, значит, конфликт носит какой положительный характер. То есть конфликты конфликтом рознь. Мы не можем сказать про конфликт заранее. Это конфликт что-то плохое или что-то хорошее. Если почему, я на вас вот напал, и говорю, что вы вообще даже требуете, не хотите, чтобы в вашей жизни улучшилась. А что вы? Ну, у вас же дети должны быть, у вас семья должна быть. Вообще подумайте о будущем, а вы думаете, как уме так вы прожить бы. Так это же вообще не жизнь. Купите себе красивое пальто, прическу. А вы… Да, да, да. И будете смотреть, как я буду расхаживать в семнадцати костюмах, если я ваш работодатель. Если бы не было возможности, я понимаю, ну, вся война там, все, ничего не хватает, а тут, пожалуйста, сколько угодно чего, и вы говорите, я вот буду десять процентов просить. А вы знаете, что компромисс будет потом. А компромисс это всегда, вот полдороги я до вас дохожу, а дальше уже не пойду, а вы сюда и выйдите. Двадцать просите, требуйте, двадцать. Ну, а получите? Пятнадцать получите, и вот это будет хорошо. Значит, товарищи дальневосточные докеры, которые эту проблему решили, и мало таких людей, кто ее решили, с использованием, вот, закона, с использованием Трудового кодекса, и путем забастовки, конечно, потому что никто вам просто так не повысит зарплату. Они записали в коллективном договоре ежегодное повышение номинальной зарплаты на уровень инфляции плюс пять процентов. Инфляция возвращает на тот уровень, который был, да, и плюс пять процентов. Вот у них. А производительность труда, соответственно, должна расти еще быстрее. Второй пример это Ford Motors Company, там в коллективном договоре было записано у профсоюза Ford Motors Company повышение зарплаты номинальной на уровень инфляции плюс два с половиной процента. Но они какие-то вот в этом смысле странные люди, они на один год заключали коллективный договор. прошел у них никакого договора не стало. А по закону коллективный договор может быть заключен на три года и продлен еще на три. Договорились, такую тяжелую работу сделали на шесть лет. Ну так это шесть лет, так сказать, можно это вот получать плоды. Как добиваются повышения зарплаты во всем мире рабочие путем забастовок и угрозы их применения? Что чаще, чем чаще забастовка или угрозы? Угрозы. Но если вы меня будете угрожать, но ни разу против меня не угрожаете, ваша угроза подействует? Нет. А вот если вы один раз пробастовали, ну все, то тогда вы мне скажете, если такие лекции будете читать, Михаил Васильевич, больше к вам не приду. это я понимаю. А вы пообещали и не сделали, ну и поэтому, конечно, вовсе не значит, то есть, ну нужно один раз хорошую сделать забастовку, полномерную, чтобы все остановилось. Вот была такая ситуация в порту, когда администрация решила, что ничего не получится с забастовкой. Там такая сложная система подготовки к забастовке. Еще нужно договориться по минимуму работ во время забастовки, потому что там лекарства, обеспечение каких-то больных, чем-то еще, радиоактивные материалы, это все должно как часы идти во время забастовки, это нельзя останавливать работы. Раз. Во-вторых, нужно, чтобы муниципальный орган знал, был извещен о том, что вот будет забастовка, что на его территории будет забастовка. Надо прийти, от него не требуется разрешение, надо прийти и зафиксировать, что он знает. А он специально уклонялся, чтобы узнать. Вот все это проделали, все это докер, грамотные люди, у них там рабочие и два образования имеют, некоторые и три образования имеют. То есть, такие высококвалифицированные рабочие очень. Они все это проделали, но администрация решила, у вас ничего не получится, забастовка была намечена на первое сентября, на шесть утра. И вот, а порт вообще никогда не останавливается, кроме одного дня, там, 31 числа. Год. И то, некоторые службы все равно работают. И вот вдруг, в шесть часов утра, первого сентября, все замолчало в порту, все замолчало, тишина, ничего, ни одна машина не работает, все выключено. Через две минуты, после начала забастовки, забастовочный комитет предложил администрации, приостановил забастовку, он имеет же право приостановить забастовку. В чем разница? Разница в том, что если он приостановил забастовку, то он может ее через три дня возобновить уже с новой программой. То есть, в другом виде, там, скажем, не полностью все остановить, а только один час не работать. Можно до обеда, можно после обеда, можно раньше уходить, можно позже приходить. наружу технологию. То есть, две минуты была забастовка, и обо всем договорились. Потому что посмотрела, работодатели тоже не дураки, ну, зачем вам эту забастовку продолжать? Они поняли, что они сейчас получат колоссальный ущерб. Почему? Потому что корабли уйдут не загружены, будут стоять неразгруженные, они будут такую дикую неустойку платить, что эта экономия, которую они хотели получить на зарплате, покажется вообще очень мелкой. Все, обо всем договорились. и после этого, когда люди организовывают или собираются организовывать забастовку, и это все идет, как постепенно вся эта процедура длительная, она длительная, не меньше, чем 31 день, раньше не уложишься. Ну, работодатель постепенно свыкается с мыслью, что надо как-то этот вопрос решать. И решает. если вы, так сказать, слушаете радио, смотрите телевизор, читаете газеты, то вы видите все время то, значит, в Испании, в аэропортах, работники аэропорта забастовали, то еще в другом месте забастовки, то в третьем месте. И я хочу вам доложить, что и только таким путем во всем мире, во всех странах повышается заработная плата. Если мы будем сейчас с вами рисовать график, график заработной платы, он выглядит примерно так. Не пишет? Красный пишет. Красный пишет, да? О! Вот это время, а это зарплата. Реальная. Реальная заработная плата. Ну, вот если мы возьмем реальную зарплату мирового рабочего класса, как вы думаете, что с ней происходит в условиях империализма? Она благополучно вместе с в связи с ростом цен, с повышением цен, она падает. Пока не происходит забастовки. Когда происходит забастовки, вот этот график разрывается, и точка теперь, которая начинается с новопроизводства, она выше. А дальше что? Как только закончилась забастовка, поехали. Поехали туда-сюда, опять забастовка. Еще выше. Вот обратите внимание, не на тот уровень, а выше и так далее. И в итоге, и в итоге зарплата, вот, например, в 2017 году, да, вот здесь, 2017, она реальная, выше, чем она была вот в этом году. Выше. Вот она где-нибудь вот здесь. Но неправильно будет график рисовать вот так. На самом деле, график вот надо так и рисовать. Это функция, убывающая в каждой точке, кусочная непрерывная, если то слово было, а, нет, а, и вот здесь основа, вот отсюда и пошло. То есть, когда останавливаются забастовки, идет снижение, а повышение только за счет забастовок. В итоге, сегодня рабочий класс живет лучше, Потому что его возглавляют люди, которые не такой идеологии придерживаются, что это лишь бы нам как-нибудь бы. Надо, чтобы лучше жили. Вы должны, вы достойны того, чтобы жить лучше, чем мы. интересного. Вот, скажем, вот вы люди, так можно сказать, вот, чуть ли не на два поколения моложе меня. Вы еще хуже меня будете? Да вы чего? Это вроде как вообще обесценивает даже мое преподавание. Ничего себе, люди добились, они, говоришь, учились, учились, работали, молодые, серьезные, красивые, и хуже, и меньше получают. Ну, что это такое? Позор. Как там это пойдется? Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Ну, собственной, ну, кто это? Ну, все продавцы добиваются тем, что они свой товар уважают. Вы рабочую силу цените, это совокупность физических и духовных потенций, которые пускаются каждый раз в ход при производстве материальных. Это не какие-нибудь помидоры или гурцы. Это же надо высококвалифицированная рабочая сила сейчас. И квалификация ее все время растет, поэтому, тем более, она должна, цена ее должна повышаться. Правда, с этой точки зрения. Я уже не говорю о том, что повышение цены рабочей силы не ликвидирует то-то обстоятельство, что над ценой рабочей силы стоит стоимость прибавочного продукта, который никуда не девается. А ее выражение денежное, это прибыль. Потому что, чтобы не было этой прибыли, чтобы ее не забирали те люди, которые не трудятся, для этого революция нужна. Мы сейчас не о революции говорим, а мы сейчас говорим о социально-трудовых конфликтах, которые не меняют классовые, так сказать, положения классов, расположения классов в обществе, и господствующим классом остается класс собственника средств производства. Но и господствующий класс в силу того, что забастовки все время имели место и имеют место, он согласился с тем, что в Конституции и в Трудовом кодусе записано право на забастовку. Вот если вам удалось организовать, ну, а если я менеджер, и у меня на предприятии забастовка, я ничего не могу сделать. А если я просто согласился, чтобы у вас получили зарплату, меня уволят. Правильно? Поэтому, если вы хотите меня спасти, хороший, как бы, ваш сторонник, ну, вы там бастуете, тогда я буду сопротивляться, там, с вами воевать, ну, немножко потом вырастет. Вы подумайте, у вас союзники должны быть в стане, так сказать, представители собственников средств производства, если мы говорим о работниках. То есть, какой, получается у нас с вами итог? Мы сегодня говорили о конфликтах по зарплате. Конфликт как средство повышения, социальный трудовой конфликт, как средство повышения реального содержания заработной платы или уровня. Или как средство обеспечения, повышения уровня реального содержания заработной платы, что записано как законное изменение, законное. То есть вы как хотите можете, соглашаетесь с нашей древней, хотите нет, но требования наши законные, это надо затвердить, да? А у вас хуже законного. Чего вы как штрихбрехер у нас выступаете сегодня? А что говорили умные люди? Вот Наполеон говорил, вера в победу есть фактор победы. Девушка говорит, ничего у меня не получится, все равно мы не добьемся, пошли за мной. Никто за мной не пойдет, скажет, да пошел ты, и все. Поэтому надо понимать, что конфликтолог он должен, он должен разобраться, здесь справедливые требования, не справедливые, законные или незаконные. Прогрессивные требования, мы должны прогрессивные требования поддерживать? Должны. А реакционные должны? Нет. Или мы просто на небе, так сказать, будем смотреть, потому что нам не важно, лишь бы люди не спорили между собой. Да, конечно, это в болоте, там как раз они спорят. Да, пожалуйста. А сколько вопроса это должно предприятие, чтобы забастовка прошла? Но если там будет искать маленькую группу, то я сейчас скажу... Это не считается забастовкой. Если вы будете маленькой группой бастовать, это прогул, это не забастовка. Это забастовка, если больше 50% забастовка. Во-первых, у вас решение должно быть принято о забастовке, либо собранием, более половины должно быть принято. Вот вы даже вели-вели свою процедуру, когда вы процедуру довели и требования утвердили, и потом идут всякие переговоры, когда вы проводили примирительную комиссию, трудовой арбитраж, приглашение посредника. И дошло дело, никто эту вашу проблему не решил, дошло дело до забастовки. Снова надо собирать или собрание, или конференцию. Если собрание, больше половины должно присутствовать и решать по большинству голосов тогда. А если конференция, то присутствовать должно не менее двух третей делегатов, не менее двух третей, раз это конференция, это уже не само собрание. И тоже не менее половины должно проголосовать за эту забастовку. И только тогда эта забастовка считается незаконной. А работодатель смотрит, как только увидит, что вы что-то нарушаете, у вас там мало людей, то он может обратиться в суд. А если у вас просто там остановят работу несколько человек, как вот вы предположили, то тут я сразу раз вас и уволю за нарушение трудовой дисциплины. До свидания. Назидание остальным. Поэтому, когда у вас не набирается это дело, тогда торгуются неформальные забастовки. Но это отдельная тема. Я думаю, сегодня мы уже не успеем ее рассмотреть. То есть по существу забастовка, а по форме. И сами подумайте, я вам расскажу. Как можно сделать так, чтобы как бы никто вроде и не бастует, а ничего и не делается. А все как-то застановилось. Или все так медленно делается, что как будто бы вообще ничего не делается. Вот есть разные всякие формы. Но это мы рассмотрим в следующий раз. У нас же должно быть как в хорошем детективе, так сказать, на каком-то интересном месте остановить и все. Спасибо за внимание. В следующий раз требуйте больше. Спасибо. 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 Продолжение следует...